приветствую вас дорогие друзья проект хочу свой дом и сегодня поговорим об очередном этапе нашей стройки и это один из самых важных этапов это монтаж цокольного перекрытия по сути пола первого этажа вашего будущего дома он у нас из сип панелей я расскажу как и что делается покажу этапы работ давайте начинать поехали дорогие друзья речь сегодня пойдет о таком этапе работ как монтаж цокольного перекрытия по сути пола вашего этажа давайте расскажу все по порядку рассказываю на своем дилетантском языке то есть это не язык профессионала это то как я это вижу как заказчик до непосредственно пол первого этажа из чего он состоит в нашем случае это сип панель размеры и 174 это толщина панели многие скажете многие из вас скажут так вау-вау тип полегче почему так мало на самом деле это немало я строюсь в регионе крым это достаточно южный регион наши с вами большой страны и здесь на самом деле тепло даже зимой и 174 толщина даже для пола это более чем достаточно даже с запасом достаточно тем более эта технология сип как вы знаете дома термос и по сути долго нагревается точнее быстро нагревается и долго остывает из чего сделано это панели и в будущем все панели только разного не будет толщина это пенополистирол 15 сантиметров нашем размере 174 и соответственно с двух краев у нас это о sp3 влага стойкая спрессованная плита древесно-стружечная плита так вот на заводе на производстве где заказывал дома комплект стать если интересно ссылочки будут в описании ребята застройщики непосредственно строительная компания которая имеет свое собственное производство американское оборудование действительно американское оборудование которое лично видел установлено у них на производстве делаются монтируются панели нарезаются в размер и соответственно поставляется настрой площадку можете сами смонтировать можете соответственно заказать услугу по монтажу дома комплекта то есть возведению дома как это сделал я далее то есть на заводе у нас изготавливаются сип панель нашем случае выбрано было решение о том что все панели будут доставляться точнее все этапы работ будут доставляться порционно потому что мы строимся на голом поле у нас здесь нет ни бытовки ни вагончика ничего строители приезжают живут недалеко соответственно приезжают каждое утро уезжают каждый вечер для того чтобы это все обезопасить установлено видеонаблюдение у нас есть на канале в ролик в проекте хочу свой дом видеонаблюдение для вашего участка там я подробно рассказываю о таком моменте важном моменте в качестве безопасности в качестве контроля и вообще спокойного время при провождении вообще проживания спокойно если вы затеяли стройку обязательно надо предусмотреть такие моменты так вот было принято решение что все этапы работ будут доставляться поэтапно то есть если мы выставляем цокольное перекрытие привезли смонтировали поехали дальше если мы выставляем обвязку друс друсом посмотрите тоже видео есть на канале мы привезли лес смонтировали поехали дальше так вот на заводе произведены произведена часть домокомплекта это цокольный этаж первый этаж вашего нашего в нашем случае будущего дома распилены в размер на заводе обработаны с одной из сторон специально гидроизоляционной мастикой для чего это делается тут много предубеждений некоторые говорят надо некоторые говорят не надо на самом деле я почитал за это очень много статей очень много мнений специалистов что на самом деле надо дерево это такой материал который без обработки происходит у него изменения от гниения до рассыхания до распадания и в любом случае любое дерево рано или поздно надо обрабатывать поэтому один из то есть в нашем случае нижний нижний слой то есть нижняя осп плита она вся на заводе пропнать га на производстве прокрашена непосредственно черным цветом в этом мастикой дальше после этого происходит распиловка в размер в нашем случае вы видите сзади меня панель 625 на два с половиной из таких панелей выкладывается цокольное перекрытие для того чтобы его установить также нужен лес это доска 50 на 1 100 на 50 и брус 150 на 100 опять же 150 на 100 идут короткие примыкания доска 50 на 100 это длинные примыкания непосредственно каждого ряда выставляется что вижу я выставляется непосредственно первая угловая стартовая панель после этого устанавливается короткая короткий брус 50 на 100 устанавливаться дальше панель дальше панель все это дело конечно же через пену используют монтажную пену soma fix это помпа все одна из профессиональных тем опять же на опыте строительная фирма мы задаем вопрос они отвечают почему такая пена потому что здесь macro flex она в крыму вы не найдете здесь какие-то либо аналоги либо совсем другие компании почему вот это soma ну потому что на протяжении 8 лет мы попробовали очень много и вот то что здесь есть что что можно купить это одна из самых лучших далее также есть крепежные крепежные элементы это у нас оцинкованные саморезы разной величины разного момента и также будут присутствовать то есть все это потом будет крепятся определенными такими длинными шпильками так называемыми глухарями всем большими длинными саморезами так вот выставляется первое стартовая по 1 стартовые три панели после этого все через пену устанавливается вымеряется доска обрезается где надо что-то подстрогается все это заходит то есть получается с каждой с каждой доски И, точнее, с каждой панели есть определенный пас, куда как раз-таки монтируется вот эта вот обвязочная доска. Даже не обвязочная, а монтажная доска. Она также антисептирована, привезена вместе с частью этого домокомплекта. В принципе, наверное, сказал все. И так потихоньку, с каждой примеркой, каждый ряд, в нашем случае, строители примеряют. Все сначала померили, расставили, приложили, после этого подготавливают. Потому что обязательно где-то производитель пены, допустим, сделал панель не совсем на 2-3 мм, она больше, чем надо. В какие-то моменты приходится ее нагревать, либо срезать специальным инструментом, таким паяльником для пенополистирола. Либо непосредственно газовой горелочкой, чтобы он спрямлялся, чтобы доска больше, ну, так как надо, она легла на 2,5 см внутрь. Ну и, собственно, ряд за рядом вот так вот и происходит набор. По срокам, сколько это вообще монтируется? Неделю, год, два? Нет. На самом деле, очень быстро. Ну, во временных сроках очень быстро. Это от 2 до 4 дней. То есть, 2-3 дня монтируется само. В нашем случае это длина дома 7,50 см, ширина 8,125 см. Сейчас второй день монтажа цокольного перекрытия. И, по сути, если даст погода, если даст, как говорится, рабочее настроение, по сути, будет уже готов все цокольное перекрытие. Но на этом работа не заканчивается, потому что надо пропенить все будет снизу, все примыкающие швы. Пропенить будет все сверху, все технические швы. Кстати, прошу обратить внимание, что должны присутствовать технические зазоры между плитами соединения. Почему? Потому что дерево, это все из дерева, дерево рассыхается, сужается, наоборот, разбухает. Все в зависимости от времени года и степени влажности вокруг этого дерева. То есть, технический шов, ну, будет много, кто из строителей говорит, что он должен быть 2 мм, кто-то скажет, что он должен быть 3 мм. В общем, от 2 до 4, может быть, до 4,5 мм он должен быть. У нас это все соблюдено, потому что есть металлические пластины. Они как раз-таки 3-4 мм, они вставляются в каждый раз, когда монтируется каждая из панелей и, соответственно, не дают примыкать друг к другу. Обязательно это условие должно быть выполнено. Обязательно после того, как, то есть, 4 дня это все дело, ну, условно говоря, 3 дня это все дело монтируется, потом у нас по бокам все это открыто. Вымеряются все диагонали, отрезается лишнее. В нашем случае, ну, и в вашем случае у вас должно быть так же примерно. Все это дело закрашивается, опять же, мастикой. Все у нас заподлицо с... Вымерены все диагонали, коробка ровная. Вымерены, точнее, все выровнено, закрашено. Где-то, если надо, прошлись рубаночком. И вся боковая часть закрывается доской. Опять же, у нас получается доска 50 на 150. Все это дело закрывается. Опять это все прокрашивается мастикой. И, по сути, такой этап работ, как монтаж цокольного перекрытия, завершен. Я максимально подробно и сжато попытался и рассказал, собственно, вам о этом виде строительства. И, в принципе, в этом виде возведения дома. И, в принципе, наверное, на этом все. Я думаю, что многим из вас данная информация будет полезна. Поэтому не забудьте поставить лайк, если еще не подписаны, подписаться. Опять же, вся информация сохранена в плейлисте «Хочу свой дом». Там и про видеонаблюдение, и про участки, и про выбор компании-застройщика. Вообще, про все, что касается от первого лица. Я строю, мы строим для себя. То есть, говорится, все как есть. Пересматривайте стримы, смотрите видосики, и получайте полезную информацию. Спасибо за просмотр. Лайк, дизлайк, если не понравилось. Подписка. Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...